По всей России бушует эпидемия гриппа. Поэтому, чтобы обезопасить молодое поколение, в учебных заведениях Ленинского района был введен карантин. Связано с распространением у нас ОРВИ и где-то гриппа, но в целом, если брать территорию Ленинского района, я не могу сказать, что большая динамика. Но в целом, береженого Бог бережет, конечно же, это решение было принято коллегиально. Я уверен, она с учетом, в том числе и учитывая, видите, погода, она в плюс идет, принимая этот фактор во внимание. Конечно же, приведет к положительному результату в будущем. Парты пустые. И в классах непривычно тихо. Но, тем не менее, учеба продолжается, хоть и в необычных для детей условиях. Мы все работаем. Дети получают домашнее задание через различные соцсети, смс-оповещения, через электронный дневник, электронный журнал. То есть, учителя все пересмотрели свои рабочие программы, составили домашнее задание и работают с детьми на удаленном доступе. Добро пожаловать. Для школ данный лозунг потерял актуальность из-за введенного карантина. Но что же по этому поводу думают родители, а самое главное – ученики? Я думаю, это единственный выход в данной ситуации. Если карантин введен, значит, есть какая-то угроза для распространения этих заболеваний. Ты рад, что лишние каникулы? Не очень. Почему? У меня большая часть времени уходила на школу, а теперь приходится дома сидеть. Поскольку сейчас школа карантин, вы что, как родители, по этому поводу думаете? Правильно, что карантин, правильно, что дети не ходят. Но стараемся, чтобы ребенок не расслаблялся. Даем задания по-русскому, по-математике, но вот на английский ходят. Школьный карантин продлится практически две недели. А уже 11 февраля родители со спокойной душой могут отправлять своих детей обратно в школу.